всем привет сегодня быстренько расскажу про нож русского булата который получил на днях распаковку делать не буду потому что уже открыл все не смог удержаться на чем здесь имеем нож фирмы русский булат называется он байкер вот так он выглядит это маленький ножичек сравнительно то на его 210 миллиметров то есть хотелось как бы фиксит на каждый день на карман потому что эти как бы складе мне что-то подарили последнее время вот но решил что-то другое себе взять взял фиксы выбрал от русского булата ножичек понравился мне как бы дизайну кстати плане касаемо дизайна да тут как бы есть небольшой так скажем есть не косяк как бы момент который вызывает вопросы не знаю как бы почему отнести его опять же сейчас расскажу быстренько кого интересуют сухие цифры давайте быстро опять же произведем замер штаген циркуль иначе ширина обуха ширина обуха сам толстом месте 36 миллиметров толщина обуха толщина обуха значит где-то получается 2 и 1 миллиметр длина клинка длина клинка так это у нас 90 миллиметров длина клинка так длина эффективной режущей кромки у нас получается ну приблизительно наверно около 80 миллиметров примерно это не точно конечно так толщина рукояти замерим точно рукояти у нас 22 миллиметра 22 миллиметра получается длина ножа 210 не хватит штаген циркуль у меня сейчас я мерил 210 миллиметров и можно взвесить еще его самое для меня большое удивление было это весово потому что как бы я думал что весить им будет потяжелее мы имеем но и сверить весом 92 грамма что наверно есть хорошо и легко за . заводская здесь ничего не точил смысла особо не было за пару дней как бы на русский серьезно не давал ему что там запороть за . но там бред как можно брить то нечего все руку сбрел хотя я бы не сказал что он прям хорошо бреет потупился может пальца ну скажем так за . на 3 с плюсом наверное вот так вот не знаю были бы я его сандали была такая была значит моменты это упустилась в виду не кажется . раньше был получше буквально пару дней назад так значит что дальше в проезд сказал про размеры сказал хотелось бы еще сказать про пару так скажем но не знаю косяки опять же я говорю дали бы что это значит на сайте про золотые указано что толщина толщина обуха у нас от 3,5 до 5,5 миллиметров. В принципе, я и на видео это видел, когда рассказывали про этот ножик сами производители. Соответственно, там толщина как бы визуально даже была потолще. По данным сайта производителей, вот 3,5 до 5,5. На деле, опять же, у нас почему-то всего 2,1 миллиметра, да, то есть, что в принципе, наверное, маловато, да. То есть, какие-то нагрузки горизонтальные уже дать, но серьезные нагрузки я бы боялся. То есть, кухонный нож, грубо говоря. Ну, как по мне, я не знаю. Слишком уж он узенький получился. Я не знаю, почему так. То есть, 2,1 миллиметр. Думал, будет толще. Не понимаю, почему, почему нельзя было сделать там от 3, там выше, как написано там, да, на сайте производителя. Ну, ладно, как бы, в принципе, не так уж это, не такой серьезный косяк для меня. Кстати, я смотрю, да, как бы еще один момент касаемо геометрии клинка. Если зайдете на сайт, посмотрите, нож Байкер, в этом месте мы имеем прямой угол, если смотреть на фотографии с сайта производителя. Вот, а на деле здесь почему-то угол он как бы сглажен, то есть, как такового угла здесь нету заостренного, что как бы тоже лично, как по мне, несет отрицательное явление в дизайнерском, в дизайне этого ножа, потому что вот именно этот угол он как бы придает этому ножу, то есть, которого, соответственно, здесь нет, для острого угла он придает этому ножу как бы вот такую, скажем, брутальность, я бы так сказал. Вот. Здесь как бы вот так все замазано вот в этом, в этом плане, то есть, уголка такого острого здесь нету, и получается, что он такой как бы более, более такой, ну, скажем так, вот с острым углом не было больше. Я даже, когда достал его сначала, я что-то немножко не понял, неужели это не тот нож, хотя потом раз посмотрел, оказывается, это тот же нож почему-то только без этого острого угла. Вот. То есть, как бы такой вот момент. Все, больше никаких там кисяков я не заметил по этому ножу. Будем пользоваться, что могу сказать. Посмотрим, как он при работе себя покажет. Надеюсь, он долго будет жить у меня. Будем пробовать, будем тестировать. Вот. Отзывы я еще какие-то напишу. Отзывы. Всем спасибо.